Большие долги накопились не только у предприятия перед работниками, но и у работников перед банками и своими знакомыми. Люди для того, чтобы хоть как-то прожить, вынуждены брать деньги взаймы. Людям нужны и коммунальные услуги, и жить на что-то. То есть, что думают, о чем вообще заботятся для рабочих, о чем они вообще думают, непонятно вообще. Порядка ста сотрудников бейского филиала Новосибирского мелькомбината не получают вовремя заработную плату. Для того, чтобы отстоять свои права, людям пришлось идти в прокуратуру и писать коллективное письмо депутату АКЗС Андрею Абрамову. Представитель бейска в краевом парламенте в тот же день направил в правоохранительные органы официальный запрос. И сегодня стало известно, что людей рассчитают в ближайшие дни. В адрес директора управляющей организации предприятия направлена повестка, извещение о необходимости явки в прокуратуру для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 кодекса России об административных правонарушениях по факту несвоевременной выплаты заработной платы. Проблемы с выплатой заработной платы на предприятии начались еще в прошлом году. По словам сотрудников, руководство каждый раз говорило о предстоящем рассвете и просило немножко подождать. Многие не выдерживали и писали заявление на увольнение. Расходы, доходы. Дмитрий Васильев не так давно тоже был в штате бейского филиала новосибирского мелькомбината, но решил забрать трудовую книжку. От стабильной задержки зарплаты молодой человек устал. Приходить домой с пустыми руками уже надоело. Дмитрию деньги в связи с увольнением уже выплатили, а всем остальным долги по заработной плате обещают вернуть уже на этой неделе. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. БИСК специально для наших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова